Мы находимся на автодроме в посёлке Дергачи. Сейчас проходит соревнование по скоростному маневрированию среди водителей спецотряда МЧС. Они должны выполнить три упражнения – змейку, восьмёрку и заезд в гараж задним ходом. Трассу водители должны пройти не только быстро, но и без ошибок. На каждом этапе стоит член судейской коллегии и отмечает погрешности. За каждую ошибку начисляются дополнительные секунды. Добавляют секунды за сбитые препятствия, которые расположены на маршруте. Заезд на обочину и заезд задним ходом в гараж, то есть тоже столкновение препятствий. Обочина плюс пять секунд, значит препятствия плюс десять, стенка в гараже плюс десять. Прохождение трассы – это второй этап соревнований. Первым была теоретическая часть – проверка знаний правил дорожного движения. В ней участвовало 25 водителей спецотряда МЧС. Лишь семеро из них прошли во второй тур. Именно они и состязались в скоростном маневрировании. Геннадий Румянцев работает водителем в МЧС шесть лет, а общий стаж вождения у него 12. Говорит, подобные соревнования развивают и повышают профессиональное мастерство. Ведь для прохождения трассы необходимо не только быстро преодолевать все препятствия без ошибок, но и привыкнуть к незнакомому автомобилю. Мы отрабатываем здесь навыки экстремального вождения. И на дороге мы уже себя увереннее чувствуем. Каждый раз ездим на незнакомых, на других машинах. То есть не на тех машинах, в которых мы ездим постоянно каждый день. Я езжу постоянно на «Газели». Сегодня нам предоставили «Мазду». Цель соревнования – оценить профессиональные навыки водителей МЧС. Члены судейской коллегии отмечают – трассу все участники прошли достойно. Я был с судьей секундометристом. Все водители показали хороший результат до двух минут прохождения этапов. Победителем соревнований становится тот, кто пройдет трассу быстрее и качественнее всех. Лучший получит денежное вознаграждение. А также его фотографии вывесят на доску почета в Главном управлении МЧС России по Севастополю. Елена Корнухова, Наталья Бабкевич. Программа «Наше время».